Открытый телеканал представляет Пожалуй, самый важный день у евреев – это Йом-Кипур, день искупления. Он объединяет религиозных евреев, нерелигиозных, совершенно которые вообще не исполняют никаких законов и заповедей. Этот день соединяет нас. Вот скажите мне, пожалуйста, перед этим днём есть 10 таких шагов. 10 дней раскаяния они называются. Что это за ступени такие, которые ведут к Йом-Кипуру? Ну, это постепенное, постепенное понимание человека, как он живёт, как он прожил и как он думает дальше жить. В принципе, это когда человек думает о себе. Кто я, что я, для чего я и так далее. И поэтому этот день Йом-Кипуру, он, в общем-то, день особый. Его отмечают все. Даже если никак не отмечают внешне, то внутренне как-то человек всё-таки думает об этом. Скажите, пожалуйста, мы просим прощения в Йом-Кипуру. Я ведь, может быть, даже не знаю, за что я прошу прощения, но я прошу прощения. Как это влияет на мою жизнь? Даже если я так вот автоматически прошу прощения. Ну, дело в том, что, во-первых, просить прощения – это тяжёлая работа. Это заставляет человека задуматься о его жизни, о том, что он думал годом раньше и как прожил этот последний год. И, в общем-то, это день, когда человек судит себя. Ещё называют днём очищения. Йом-Кипур. От чего мы очищаемся? От эгоизма, от того, что портит всю нашу жизнь и мешает нам быть единым народом, устремлённым в будущее, к дворцу. День очень непростой. Почему для нас важно просить прощения именно у других людей? Перед Йом-Кипуром. Слихот это называется. Потому что сказано, что если ты не прощен другими людьми, то тебе и Творец не поможет. Да? Да. Это самое главное – выйти на такой уровень связи с другими, когда ты просишь за них, а они просят за тебя. Вот мне просто интересно. Я вот должен как бы вот так вот просить прощения, допустим, у других людей? В смысле, чтобы они меня простили? Или просто вот потому, что это надо вот в этот праздник? Нет, нет. Ты должен достичь такого состояния, когда ты просишь других о том, чтобы они простили тебя. Потому что как бы мы ни желали строго оценить себя, мы всё равно обычно всё это пропускаем. А когда другие? А когда другие, то мы должны быть чуткими. То есть мы должны проявлять максимальную вежливость. Когда любой человек из народа, он становится абсолютно равным с другими. И никто не может быть спасённым от своего эгоизма, от того вреда, который мы можем принести друг другу. Вы говорите, вот это очень интересно, он нас выравнивает всех, да? Да. То есть там простой рабочий, премьер-министр, это никакой разницы? Никакой. Вот этим тем, что мы просим прощения, тем, что мы судим себя, вот этим? Да. Да. Все члены общества, народа, они не выше и не ниже. Мы так же понимаем, что как находится каждый из нас перед этим великим обращением свыше к нам. Так мы и должны поступать. Мы так идём поступенчато с вами. Добрались до того, что мы постимся в Йом-Кипур. Есть пять запретов, то, что нельзя делать в Йом-Кипур. Вот скажите, пожалуйста, в чём суть поста? В чём суть этих запретов? Запрет на еду, на питьё и так далее, это всё связано с тем, чтобы человек покорился немного, чтобы он понял, что есть высшая сила, и он должен пред ней предстать абсолютно отстранённым от своих эгоистических желаний, побуждений и так далее. Вот это самое главное. То есть это такая внешняя попытка себя ограничить? Да, да, это внешняя попытка, но она очень воздействует на людей. Когда человек не ест, не пьёт, читает определённую литературу, участвует в определённых, даже, может быть, действиях с другими, молится там и так далее, он при этом себя поднимает на другой уровень. Скажите, пожалуйста, что значит быть записанным в книгу жизни? Всё время говорится, чтобы быть записанным в книгу жизни. Книга жизни, что подразумевается? Книга жизни – это подразумевается как бы какая-то книга, листы которой чисты, и мы на них можем записать свои действия, добрые или не очень добрые. Если ты вёл себя правильно, то тогда ты записываешься в эту книгу жизни. То есть есть какая-то высшая воля, рука, которая записывает твоё имя якобы в эту книгу жизни. Наши дела, они все записываются. Вот записываются, если можно. Что такое записываются, когда вы говорите? Записываются, то есть они все отображаются в природе вокруг нас. Мы сами эту природу освещаем своими действиями. И поэтому тут уже всё зависит от понимания человека. Какие действия для него добрые, какие злые. Как он относится к другим, добром или злом. Понятно. То есть это можно представить, как вся природа – это как белый лист такой, да? Да. А мы отпечатываемся на нём. Да. И желательно, чтобы что, мы белыми буквами входили туда или всё-таки… Желательно белыми. Белыми, да? Ещё если можно вопрос. Почему искреннее раскаяние перед собой важно не меньше, чем перед другими? Это важное действие, к которому человек может привести себя и действительно серьёзно раскаяться в своих поступках, проступках за прошедший год. И упросить в этом искреннем раскаянии, чтобы его не судили по всей строгости его поступков. А чего боится человек, вот когда хочет, чтобы его оправдали, я не знаю, не судили, как вы говорите? Чего он боится? Самое главное, если человек желает, чтобы его простил Творец, потому что он не желает быть удалённым от Творца. Это, в принципе, главное. Всё остальное – это второстепенное. То есть мой страх – быть отдалённым от Творца? Да. И этого я боюсь больше всего? Да. А всё остальное – здоровье, я не знаю, всё, что хотите. Здоровье, деньги там, я не знаю. Это всё приходит и уходит. И вот когда говорим о записи в Книгу Жизни, именно вот это, да? Этого, да. Чтобы не быть далёким от Творца и всё время пытаться приблизиться к нему. Вот вы сказали, что человек себя судит, то есть правильная ли цель и так далее у него в жизни. Скажите, Йомли Кипур, вот это один день в год, он помогает человеку найти вот этот вот путь, вот этот вот к цели жизни, к тому, как жить? Да, конечно. Но ведь это один день. Это неважно. Это 24 часа. Да, да. Сразу. И если человек их проводит в раздумье, то он может много исправить из того, что сделал. За эти 24 часа? Да. Тут вы правильную правку сделали. 24 часа у меня сразу другое ощущение. А если мы ещё на минуты разложим, на секунды, то вообще. Ну. Скажите, пожалуйста, вот мы стараемся очистить сердце в этот день, один день в году. Что нам мешает этим заниматься каждый день? Что-то же мешает? Наш эгоизм, он тянет нас в разные стороны, к разным целям, и мы забываемся. А здесь у нас один день вокруг нас весь народ занимается тем же, собираются в молильные дома, считаются возможные молитвы особые. И поэтому у человека есть большая возможность углубиться в себя. А вот можно эти ощущения, которые получаешь в Йом-Кипур, дальше транслировать всё-таки на каждый день? Вот так разбить как-то на год следующий? Есть, конечно, часть из наших действий, которые мы ощущаем как некий малый Йом-Кипур. То есть? В каждой молитве, каждый день. После Йом-Кипура? Да-да-да. Ежедневный? Всё-таки, да, присутствуют такие элементы, когда мы порицаем себя, ощущаем себя неправыми, про сопрощение и так далее. То есть есть, как вы говорите, малый Йом-Кипур в каждом дне практически? Да. Это правильно, так человек должен жить, да? Так человек должен жить. То есть он должен себя каждый день судить? Это и есть в наших молитвах. То есть, но не настолько, как в Йом-Кипур. Действительно, молитва Йом-Кипура – это молитва и такая силища в них. Вот молитва эта Йом-Кипура может изменить судьбу человека, если он входит в неё, я не знаю, всем сердцем? Я думаю, что да. Это особое состояние мира, особое состояние природы, особое состояние человека, особое состояние народа. И поэтому Йом-Кипур может всё менять. Да? То есть, если мы вложимся в этот Йом-Кипур, допустим, вкладываемся в этот Йом-Кипур, мы можем останавливать войны даже. Да? Да. Ну и последний вопрос. Йом-Кипур помогает человеку начать жить по-новому? Возможно. 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 Насколько это поможет или нет, трудно сказать. В принципе, если уже человек желает измениться, он не должен ждать Йом-Кипура, он должен сделать это сейчас. И тогда он увидит, что действительно всё можно изменить, и для этого подходит абсолютно любой день в году. Давно мы так не говорили про Йом-Кипур, честно вам скажу. Скажите, пожалуйста, вот вы сейчас говорили о Йом-Кипуре, ощущение, что вы говорили не просто о еврейском празднике, вы как бы обо всём мире говорили. Вы говорили человек и так далее. У вас такое вот понимание Йом-Кипура? Абсолютно. То есть, это день искупления? Для всего мира. Для всего мира? Да. Вот так вот отнесётся к молитвам, я не знаю, как к самосуду, то в принципе это... Это его очистит. 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 Очистит.